Девушки отдыхают По календарю получается, что возможно еще одна лекция во вторник и еще одна лекция в следующий вторник, 16 числа. Вместе с тем у нас пропадает два понедельника, первое и восьмое, которые приходятся на курс по сетям в Linux, и там как раз недостаток лекций. Вот тут поступило предложение в один из этих дней, предположительно второго числа, прочесть лекцию по сетям вместо лекций по питончику, а финальную лекцию по питончику оставить на 16. Алексей, так? Ну да, да, да. Значит, давайте мы этот вопрос зафиксируем, обсудим его в чате. Я думаю, мы так и сделаем, потому что мы так не сделаем, если я внезапно Замайский подготовлю какую-то крутую еще одну лекцию по питону. Если нет, то я доготовлю ту лекцию по сетям, которая у нас не уложилась, и тогда у нас будет еще одна лекция по сетям. Ну вот, на сегодня у нас довольно важная тема, она называется пакетирование и диплоймент. Вот мы не влезем, как обычно, мы не влезем во все, о чем можно на этот счет поговорить, но какую-то часть важную для семестрового проекта мы посмотрим. И это последняя лекция для четвертых-шестых курсов, точнее, последнее домашнее задание, которым, собственно, требуется собрать дистрибутив вашего программного продукта, который вы делаете в семестровом по экции. Ну и, собственно, разговор как раз будет примерно про это. Вот, значит, начнем, как обычно, с бла-бла, который состоит в том, что мы знаем, что пакеты, питонные пакеты, ставятся пипинсталом. Вообще говоря, конечной целью сегодняшнего разговора будет возможность собрать из собственного программного продукта такое нечто, что можно установить пипинсталом. Тут, правда, есть один лайфхак, который мы применять не будем вообще. Он называется пипинстал, так называемый ездит мод. Когда вы просто скачиваете готовые исходники программного продукта, а потом говорите пипинстал прямо из каталога с исходниками. И он, значит, подготавливает пакет и ставит его куда-то в какое-то такое близлежащее окружение, и можно работать. То есть сначала гитклон, а потом пипинстал из каталога с гитклоном. Вот этим мы заниматься не будем. И вообще у нас так получилось, что этот ездит мод мы не используем в тех инструментах разработки, которые я показывал. Поэтому, видимо, нам придется делать готовый питоний пакет. Так называемый питоний колесо. Есть еще один способ, номер 0, который здесь написан как номер 1. И это не просто скачать исходники, а запустить весь процесс сборки уже на пользовательской стороне. То есть вы пользователю пишите инструкцию. Чувак, скачай исходники, напиши там дует. И этот дует все сделает. Проблема с этим способом состоит в том, что для сборки такого пакета могут понадобиться не просто питонии зависимости, а, например, зависимости, например, компилятор СИИ, какие-то библиотеки для компилятора СИИ. Потому что пакет на питоне может писать на СИИ, как известно. Да, значит, и если зависимости чисто питонии ставится просто пипом-сталом и нам всем хорошо, то зависимости системные, и это большое одище, в котором уже не первый год идет некоторая работа в организации, которая называется PIPA, Python Packaging Authority. По синхронизации зависимости внутри питонних и системных. Условно говоря, от РПМ, от ДПКГ, от ДМГ, можно зависеть. Ну, вот это вот все. Но пока что все это не работает от слова никак. И если вы пользуетесь какой-то зависимостью, то доходит до смешного. Например, есть пакет, питоний пакет под названием СИМЭЙК, который просто приносит бинарник СИМЭЙК. Чтобы у вас можно было сказать, что пипом стал СИМЭЙК. Мы, кстати, давайте посмотрим на это безобразие, на то, как делать не надо. Я тут написал скриптик, который называется TNPIP. Этот скриптик создает виртуальное окружение, ставит туда вот этот пакет, а после того, как мы выходим из этого виртуального окружения, удаляет его. Чтобы, значит, вот такие эксперименты не засоряли пространство. Обратите внимание, что пакет СИМЭЙК занимает 24 мегабайта, и ничего в этом удивительного нету, потому что если мы скажем PIP-SHOW минус фы, этот самый СИМЭЙК, то мы увидим, что это вообще-то дистрибутив СИМЭЙКа, как он есть. Причем в каталоге BIN лежат просто какие-то пусковые сценарии, которые запускают соответствующий модуль, а сам СИМЭЙК лежит где-то в глубине модуля. Сейчас мы его найдем. Да, 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 да. Это жуткое извращение, но, к сожалению, никакого менее жуткого извращения на сегодняшний день не придумано, к сожалению. Во! Вон, видите, куда они... Вот, вот настоящие файлы. Вот это бинарный как. Вот. Ну, хорошо СИМЭЙКу, у которого достаточно независимая дистрибуция, хотя для сборки, кажется, нужен чуть ли не этот самый, не буст. Вот. А какой-нибудь, не знаю, там, компилятор СИ поставить таким способом, это еще большая жесть. Вот. Поэтому люди пока совершенно не финишировали в какой-то более-менее стандартизированный набор инструментов по установке сборочного окружения, не являющегося питонными модулями. Вот. И мы этим пользоваться не будем. Поэтому для простоты, чтобы все это уложить в один, в одну лепцию, мы будем разговаривать только про сборку готовых пакетов, вилл. Вот. А с готовым пакетом мы все несколько проще. Поскольку пользователь ваш не собирается заниматься сборкой этого пакета, а ставит прямо колесо, то вы можете нагенерить этих колес под каждую операционную систему, под каждую архитектуру. Ну, там иногда до десятков штук доходит. Еще под несколько разных питонов, если хотите. Вот. В частности, в такое колесо можно упаковать бинарник в библиотеку. Ну, питонный модуль, собранный в виде библиотеки для Linux, или для Windows, или для Mac. Вот. И спецификация обе этой библиотеки будет указывать, в какой дистрибутив вы можете поставить, в какой нельзя. Но этого мы тоже делать не будем, потому что у нас тоже время может не хватить. Хотя эта тема интересная, как писать на C для питона. Я в это немножко, немножко умею, я так делал, поэтому, если кому интересно, можно будет такую лекцию прочесть как раз вместо. Хорошая, на самом деле, тема паттинси-интерфейс. Обсудим в чайчике, может быть, ее лучше прочесть и носить. А если вы делаете кроссплатформенный вариант, то есть пишите все на чистом питоне вообще, тогда у вас вообще никаких проблем. Это самое колесо вообще может быть просто одно, универсальное, ставится на все операционные системы в любой нормальной питоне работы. Инструментом сборки, которым мы будем пользоваться, это не единственный инструмент. инструментов сборки больше одного в питоне. Инструментом сборки будет штука, которая называется Setup Tools. Обратите внимание на то, что Setup Tools не входит в дистрибутив питона, но зато является частью проекта PIPA, та самая PIPA, которая Python Packaging Authority. Вот такая PIPA, сейчас, секундочку. Мы про эту PIPA говорили в прошлом семестре. Это довольно пафосный проект, который, собственно, определяет дисциплину разработки под питон, отделённую от самого питона. Мы сегодня будем довольно много лазить в проекты, которые хостятся на PIPA. В частности, PIPA находится там на PIPA. Вот, Setup Tools. Setup Tools — это довольно... Ну, тут есть прям учебник на эту тему, причём QuickStart, отдельное пояснение. В общем, это довольно мощный комплект питоневого софта, который предназначен как раз для разработки. Ключевым файлом в вашем проекте с недавних пор, там, последний год-полтора-два, является файл под названием pproject.toml. Он написан на специальном языке разметки Toml. Это такой конфиг на стероидах, если хотите. Это формат конфиг-файла, в котором могут встречаться разнообразные типы данных структурированных. Вот классический конфиг, такой Windows Style, у него всего двухуровневая структура, секция, и внутри секции ключ равно значение. А в Toml структура может быть чуть более многоуровневая, и главное, там есть автоматическое распознавание различных типов данных сразу для того, чтобы можно было число, строки, даты, вот это все. Конфиг на Toml выглядит довольно прилично всегда. Он такой прям вот, достаточно читаемый. Документация по Toml очень нарядная, видите, сопровождается всевозможными картинками и примерами. Единственное, что не надо от него требовать, чтобы это был универсальный язык разметки всего. Нет, это конфиги. Это конфиги, более или менее адаптированные для того, чтобы их одним движением руки превращать в структуру данных на каком-нибудь из языков программирования. Давайте посмотрим, какие бывают языки программирования, которые поддерживают Toml. Много языков программирования поддерживает Toml. А с учетом того, что у вас есть C-шная библиотека и C++, любой интерфейс C++-ваш любимый язык тоже будет поддерживать Toml. Ну, раз уж мы говорим про Toml, сразу скажу, что в новом Python 3.11, который зарелизился, по-моему, еще зимой или осенью, поддержка Toml встроена прямо в Python, именно по той самой причине, что теперь пакеты на Python управляются файлом с синтексом Toml. А в Python меньше либо равном версии 3.10 используется библиотека Toml. Собственно, именно этот Toml приехал потом под именем TomlLib в исходнике Python. Поскольку у нас, например, на практикуме 30-й Python, а в каких-нибудь Ubuntu еще какой-то более унылый Python, имейте в виду, что там Toml нужно ставить отдельно. Надо сказать, что и TomlLib, и TomlLib, и это читалки Toml файлов, а вот чтобы создавать Toml файл, то есть делать обратную операцию, помните, как у нас в пикле было dump и undump, и lot и dump, в этом самом, или в G-Zone. G-Zone тоже можно сделать lot и dump. Так вот, чтобы сделать dump, есть отдельная библиотека, которая никуда не вошла, она так и работает. Как бы существует отдельно, она называется TomlLib, от слова write, разумеется. И она write-only, то есть она с точечным наоборот. Вы ей показываете структуру данных, она ее демпит в формате Toml. Мы с этим TomlLib еще будем разбираться, поэтому надо сразу сказать, что в многочисленной документации по сборке пакетов вы увидите ссылку не только на P-project Toml, но также на файл setup.fg и файл setup.py, которые раньше служили для, ну, такими вот конфигурационными файлами. Вот. Вот тут как раз сокращенец спрашивает, чем Toml лучше XML или G-Zone. Правильный ответ, он им не равен вообще, потому что XML и G-Zone, это, условно говоря, моделирование, ну, XML это моделирование любых структур данных, а G-Zone это моделирование вполне конкретных структур данных, только плохо читаемых. Да? Вот. Ну, по крайней мере, мне читать G-Zone неудобно. Что же касается, что же касается, что же касается самого Toml, то это вполне себе читаемый, как мы видели, язычок, и очень красивый, и такой вот прямо, ну, прямо вот, сам Том велел писать на нем конфиг файл. Еще одно замечание из чайсика, Андерсон Сильва говорит, что лучше Ямл. Ямл хуже. Я год назад начал изучать Ямл, у Ямла есть, это называемый каплянг, у Ямла есть один существенный недостаток, у него нету четкой спецификации синтезиса. Вот такие люди его пишут, которые не дают, вот, вы каждый раз наугад, вот в Ямле, каждый раз наугад пробуете, а вот можно так написать в Ямле или нет. Вот. Я когда об этом, иногда получается, что можно, иногда что нет. Я когда об этом споткнулся, я понял, что Ямл я больше использовать не буду никогда. Вот. На свете существует ровно один парсер Ямля и еще один, который работает не так, как надо. Вот. Ну, в общем, вот. Да. Мой совет не использовать Ямл, несмотря на то, что он красивенький и симпатичный. Вот. Я готов как бы изменить свое мнение, но я точно знаю, что вот четко как бы BNF от Ямл не существует. Такие дела. Значит, файл сетап.кфг и сетап.п это legacy. Более того, сетап.кфг вообще обычно не упоминается, потому что это такой промежуточный путь между сетап.п и томлем. И основная идея состояла в том, чтобы исключить из конфигурационного файла вашего проекта выполнение произвольного кода на питоне. Мы сегодня увидим, что эта идея не удалась. Что господа питонисты не настолько, значит, заморочены безопасностью, насколько хотят показаться. Но, тем не менее, файл сетап.п, как вы понимаете, был просто программой на питоне. А файл.пп.project.toml он достаточно красивый. Он достаточно красивый. В нем можно указывать в читаемом формате всевозможные параметры вашего будущего пакета. Вот. С нашей точки зрения, этот самый.п.project.toml делится на две части. Первая часть – это общие параметры, паспорт вашего пакета. А вторая часть – это параметры той сборочной среды, с помощью которой вы собираете пакет. Мы с вами будем изучать, как уже было сказано, сетап.toml но на свете есть много сборочных средств. Сред наиболее известный – это наиболее известный инструмент поэтри. Значит, единственная его… Это очень удобная штука. Единственный его недостаток для наших лекций, именно для наших лекций, стоит в том, что это чересчур удобная штука, в которой все сложено в одну коробку. Фактически, поэтри – это такой одновременно и воркфлоу по разработке, и воркфлоу по организации тестирования, и воркфлоу по организации сборки, и публикации. И все это делается одним движением, какой-то командой. Поскольку все это делается движением одним какой-то командой, да еще и иногда работает, а иногда нет, вам нужно соответствовать этой дисциплине, я решил, что мы, поскольку у нас лекция по питону, а не по поэтри, мы поэтри не изучаем. Есть люди, которые его используют для разработки этих людей. Вы тоже можете, но, кажется, до семестрового проекта поэтри запрещено. Потому что, я так сказал. Вот. Значит, общий параметр. Практически все, что указано вот в этих общих параметрах, так или иначе, придется вам указать в паспорте вашего пакета. Да. Название проекта, версия, описание, readme файл, который может быть Markdown, например, или Restructured Text. Вот. В зависимости от расширения MD или RST. Я, кажется, столкнулся с тем, что нужно обязательно Restructured Text. Markdown, кажется, не запахал, как надо. Вот. Проблема с Markdown связана с тем, что он слишком простой и его разные движки типа GitHub'а усложняют. И вот этот Markdown не всеми поддерживается. Так что имейте в виду, а Restructured Text, он свежий. Вот. Версия Python, которую вы хотите. Например, если вы используете какие-то фичи 30-го Python, надо здесь ставить, что он работает не менее, чем с 30-м Python. Лицензия. Обязательное поле. Причем, причем вы можете положить файл, лицензии. А можете, кажется, я тут вот не уверен, не уверен я, можете описать эту лицензию в соответствии с некоторой спецификацией лицензии. Дальше, собственно, какие-то дополнительные настройки, связанные с информацией про авторов, про тех, кто... Авторы – это разработчики, программисты, а мантейнер – тот, который по кем делает человек. Дальше, значит, классификатор для публикации, keywords. Дальше, что еще там бывает. URL, если у вас есть у проекта, URL, скорее всего, есть на GitHub какой-нибудь. А дальше entry point, про entry point поговорим отдельно. Это скрипты, которые будут запускать вашу программу, чтобы вы не писали Python, минус M, тролливали. Можно попробовать написать, вернее так, автоматически сгниливать скрипты. Вот. И важная часть – это зависимости. В этом месте указываются так называемые эксплуатационные зависимости, то есть перечисления тех модулей, которые нужны для работы вашего пакета. Эксплуатационные зависимости могут быть не строгие, просто имя, или строгие с указанием конкретной версии. Или даже строгие с указанием того, значит, на какой операционной системе такая версия соответствующим модулю нужна. Вот. Есть также поле необязательной зависимости, но про них там отдельная тема, мы ее пока трогать не будем. Вот. Значит, к зависимости мы еще вернемся. Обратите внимание, что это в паспорте пакета, вот эти общие параметры, это то, что описывает результат сборки пакета. Процесс сборки пакета должен определяться той, должен определяться той, тем инструментом сборки, который вы используете. Вот. Поскольку мы используем Setup Tools, то в том же самом P-Project Tomli вы должны указать в поле Build System Requires и вашу систему сборки, обычно достаточно Setup Tools. Вот. И с помощью чего вы будете его создавать. Вот. У Setup Tools должен быть специальный бэкэнд для хождения к P-Project Tomli. Он называется Setup Tools Build Meta. А дальше вы описываете поля Setup Tools примерно так. Tool Setup Tools Поле и там всякие поля. То есть конфиг этого самого Setup Tools складывается в тот же самый P-Project Tomli в том же Tomli формате. Вот. Вот как именно это делается мы сейчас посмотрим. Там есть ссылочка на конкретную документацию. Обратите внимание на то, что Tomli как уже было сказано довольно веселый инструмент форматирования и одна и та же структура данных в представлении Tomli может иметь несколько разных форматов. Например вы можете задать так называемую таблицу что-то вроде словаря таблица ключ равняется значение в секционированном виде где в виде квадратных скобочек задается секция а внутри нее название таблицы а внутри нее содержание а можно ее задать например в где же там в онлайн а можно задать например вот в таком виде это тоже таблица она видите немножко даже похожа на питание слова и соответственно вот этот под project может быть и вот так сделан и вот так сделан в смысле и вот так выглядеть и и вот так имейте это в виду то есть нет никакого четкого жесткого синтаксиса можно использовать любой кроме того кроме того иногда бывает что некоторые простые конструкции этого project на нашем с вами проекте не работают вот сейчас покажу что именно не работает вы можете просто указать поле packages в вашем проекте динамически сейчас секунду вот да то есть задать список пакетов которые вы собираете из вашего проекта их может быть более одного видите пакет под пакет еще под пакет но эта схема не всегда работает вот например мы с вами столкнемся с ситуацией что если вам нужно положить какие-то файлы с данными то по некоторому некоторому как это сказать по некоторой недодумке всех авторов всего вот этого файлы с данными будут восприниматься не так как надо поэтому мы с вами в нашем примере не будем пользоваться полем packages а будем пользоваться более сложной конструкцией да мы будем каждый пакет описывать отдельно ну вот ну вот значит никак не перейдем к примеру да давайте нет давайте еще одну вещь я скажу прежде чем мы перейдем к примеру сборка инструмент который все это складывает в одну кучу собственно реализует вот этот backend где он там где мы это видели build system сейчас найдем вот вот этот самый backend такой инструмент есть у него референс имплементация называется build таких инструментов тоже более одного например у нас в комьюнити есть отдельный инструмент который называется по project installer давайте поищем вот проект project installer он предназначен для изготовления только колес и больше ничего собственно он даже даже не колес а для непосредственной установки в произвольную произвольный каталог он используется у нас для изготовления питомних пакетов ну вот а мы с вами будем пользоваться вот этим самым билдом вот это такой значит такой референс имплементация как раз парсера этого самого ппроекта и выполнение соответствующих инструментов сборки из него вот давайте мы посмотрим глазками например мне не нужно сейчас нас просят пароль я знаю ой отчетали я там немножко подправил форс форс пуш вот это все приходится да что ж такое о ну наконец-то вот значит вот этот этот примерчик мы с вами сейчас поглядим глазками потому что он достаточно сложный а вот примерчик который мы в прошлый раз что-то такое запустил примерчик который мы в прошлый раз использовали возможно мы если там достаточно информации мы сейчас с ним во у нас есть дуду файл да отлично вот вот мы сейчас этим примерчиком и займемся да вот у нас у этого примера нету пакета мы хотим из него пакет сделать да вот давайте мы так а у нас сейчас вообще можно как-то запустить этот мы создать посмотрим можно запустить так ну хорошо значит давайте тогда действительно с этим примерчиком разберемся тут есть важный момент который стоит в том что для нормального формирования дистрибутива более или менее следует следует стоит следовать дисциплине раскладывания файлов по каталогу мы с этим еще столкнемся сегодня но мы уже с этим столкнулись в этом самом проекте ему потому что в нем нету специального модуля а может быть и ничего может и нормально можете нормально короче давайте попробуем попытка не пытка означает вот и давайте мы в этом проекте просто с обезьянничаем скопируем какие-то поля из вот этого файла который вот нет не этот а вот это вот ну что что там секунду тут явно слишком маленький шрифт вот этот явно шрифт явно более подходящий вот так назовем его доход тьму версия 001 здесь у нас а давайте назовем мурс вот видны файл у нас вообще отсутствует кажется а зато есть а первые стены сказать а первые стены вот лицензии у нас отсутствует в автор я смотрим дальше так 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 киорс киорс нужен для классификация классификатора не знаю насколько нам нужен киорд ну пускай будет киорчи у нас там а классификатор отдельно киорд это ключевые слова не 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 полагающийся классификация классификатор отдельно вот и я все время забываю что на этой мышке все наоборот так ну вот у нас вроде бы вроде бы вроде бы это да вот этот классификатор если кто не знает его можно сделать отдельно сходить на сайт ripい а даже не так сейчас поищем поищем вот этот классикатор стандартный я почему сейчас ищу ссылочку вот они это классикатор стандартный и вы просто берете отсюда набираете набираете соответствующие теги в классике в классикации вашего пакета окей значит зависимости зависимости у нас простые это должно быть это вот тут где пенсис так да где 4 алексей если вы что-то интересное говорите будете громче потому что я понимаю что я туплю но да блин я не туда смотрю что да точно не туда смотрю вот пенденции вот так это пишется все в той же главе графе проживки пенденции мы помним что пенденции у нас вот у мультиста давайте посмотрим кстати а дует кстати не нужен нам там где пенденции только морзи морзи вот и кажется это все что нужно от что нужно от общей части по проекту там правда тут есть тут есть project курс ну это необязательно а вот теперь был систем сбил систем ситуация такая значит белл систем естественно мы говорим что это стоп туз и мы говорим что у сетоп туза мы говорим что усит от туза есть рекуэринг и рекуэринг и эти рекуэринг именно для сборки вот здесь мы указываем сборочные зависимости напоминаю что напоминаю что эксплуатационные зависимости вот эти это то с чем ваш пакет ставится и работает сборочные зависимости это то с помощью чего вы пакет собираете превращаете в собственно в пакет вот давайте посмотрим опять же это все написано в пип файле вот сфинкс каверидж дует что-то маловато надо еще как минимум был сделать сфинкс каверидж дует ну и в общем-то наверное наверное билд 20 мы его еще нам придется установить так это где это не здесь а вот тут да и пен в install с д ой пипен шел что че 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 а как же он называется что-то я не понял давайте посмотрим ой не понял слушайте че-то я туплю сейчас давайте посмотрим у меня пипен перестал работать это нехорошо давайте пересоздадим его что-ли значит вот эта утилита удаляет вообще весь пипен вот и сейчас мы его еще раз пересоздадим похоже у него база посыпалась ну давай 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 похоже это какие-то причуды пипеного видите я вот сейчас его пирю пирю пири пири все равно медленно я вот сейчас перри переудалил все окружение развернул заново и брать как она вот вот пожалуйста что-то у него с индексами было ну ладно в конце концов был пример того что вот это поделие сумрачного тефтонского гения пипенф оно такое странненькое да вот иногда требуется удалить с помощью пипенф минус рм а все окружение пересоздать его заново с помощью пипенф синг или пипенф обдель так ну хорошо значит что мы в результате сделали мы должны были поставить билд вот с помощью этого билда напоминаю мы будем с вами изготавливать дистрибутив нашего модуля вот давайте посмотрим как нам это сделать что нужно вписать по project on так мы написали что что билд систем у нас setup tools вот и теперь мы будем уже вклеивать в нашу настройку настройки setup tools вот их тут очень много вот 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 в документации поэтому давайте просто заглянем как у нас это сделано в шпаргалке вот это выбирается вот это выбирается что-то типа tools то есть tools я сказал по-моему по-моему так да ну да му . давайте посмотрим правильно я сделал возможно я сделал неправильно но что делать по-моему 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 так по-моему 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 и мы там нашли много файлов питоник вот по-моему 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 давайте тут прямо написано в в текущем каталоге include include ну скажем звездочка ну точка пыль так Пробуем Все равно Что делать Как его Можно конечно переселить Сдаться и переселить в каталог в чужой Ну ладно, давайте еще раз попробуем Если не получится, придется переселить в чужих каталог Не, не получилось Хорошо Тогда Сейчас все возвращаем как было И нет Вот И пробуем поправить так Кодир Му 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 Му.п Вму Только гид Тек Интересно будет ли это работать Но по идее должно Так, ну дует Так, здесь работает Еще там тест должен быть Тест Все работает Смотрите, мы вместо флэр схемы Использовали чуть более продвинутую схему С модулем вместо пакета С пакетом вместо модуля Вот И вроде бы так работает Давайте посмотрим еще что собирается Собирается Колесо наконец-то Вот, missing dependencies говорит Оу А я не понял Я опять не понял Ладно, сейчас что-нибудь придумаем Надо было, конечно На... Дело в том, что у меня есть пример Но он очень сложный Сейчас, секунду Так, какие missing dependencies Ему... Так, сейчас, во-первых Давайте посмотрим, что у нас В статусе Так, значит Звездочка Эгг.инфо И звездочка джессон Дефис.инфо Так И это мы, значит Ой Это мы Во Очень хорошо Так Что мне не нравится Что ему не нравится, точнее Давайте еще раз Ой Нет Это он сейчас скажет, что Build, короче Do its things Setup tools Еще нужен Ой Обратите внимание на то, что у меня Все получилось Вот Он собрал Некоторый пакет Ну не все получилось Что-то получилось Он собрал некоторый пакет Этот пакет лежит в каталоге Dist Вот Посмотрим, что в нем В чем в него входит Ничего... А, да Вот Вот файлы Не точка пы В него входит Но в него, кажется Не входит У нас что там У нас перевода нету Да У нас нет перевода У нас есть Тактест И хтм Очень хорошо Значит Вот Простейший Простейший модуль Давайте попробуем Его установить Да Давайте попробуем Установить Сделаем Прямо Такой каталог Python А, ну господи PenShell Да Pip install SRC Mutist Dist Нет, dist Вот это самое колесо Вот Обратите внимание Что Он по зависимостям Поставил Morse Вот То есть У нас сейчас В этом окружении Стоит Не только Наш Мурс Вот Мурс Ну и морзи И мы даже Наверное можем Python Минус Му Мейн А, там нету Мейна Ща Давайте Поправим Этот вопрос Значит Мы помним Что В случае Когда мы делаем Модуль Пакет А не модуль То нужно Просто вот эту штуку Вот эту штуку Переселять В файл под названием Main Вот Что тебе не нравится А Да Как-то так Кстати Давайте Потестим О Отлично Работает Так Шикарно Тогда давайте Пересоздадим Колесико Вот Как видите Для создания Колеса Он Создает Еще одно Виртуалев Окружение В это Виртуалев Окружение Ставят Все сборочные Зависимости Запускает Сборку Запускает Колесо Вот Ну вот Давайте посмотрим Еще раз Значит Пип-инсталл Давайте Еще раз А Он уже Стоит Зараза Пип-инсталл Минус Рем Да Удаляем Окружение Заводим Заново Ставим Заново Смотрим Что получилось Морзе Поставлено Поэтому Минус М О Вот Вот Значит Вкратце Мы достигли Того Что У нас Формируется Колесо Вилфайл В котором Как раз Используется Та версия Которую мы указали В Ту-проджекте И Вилфайл Формируется Таким образом Чтобы ему В зависимости Приезжал Тот самый Модуль Морзе Вот Который тоже Указан В формируете Давайте Посмотрим Кстати Посмотрим Кстати В каком месте Эти зависимости Указаны Вот Где-то Здесь Где-то Здесь Должен быть Лип В котором Должен быть Питон И там Должен быть Мурз Дистинфо И вот Здесь Должна Быть Вся Нужная Нам Информация Давайте Посмотрим Так Это Лицензия Это Где Откуда Была Откуда Была Поставлена Информация Это С помощью Чего И Это Вся 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 Информация Одновременно Вот А Где же Зависимости А В этой метадате Было Requires Дист Вот Ну вот Значит Вот таким образом Мы сформировали Ну Тупейший Тупейший Пакетик Который Тем не менее Ставится В изолированное Окружение И работает Так Вернемся К нашему Барану К нашему Тексту Что у Нас Тут Так Про Пакетные Эксплуатационные Зависимости Мы уже Поговорили Да Значит Это Слушайте Я Несколько Туплю Сколько Сейчас Времени А У нас Осталось 15 минут До Очень Хорошо Ну так Вот Про Пакетные Эксплуатационные Про сборочные Эксплуатационные Зависимости Мы поговорили Вот они Вот это Зависимости Эксплуатационные Это свойства Пакетов Целиком А вот это Зависимости Сборочные Это свойства Процедуры сборки Кстати сказать Они далеко Не все Нам нужны Потому что Мы например Не определили Как Как запускать Документацию И так дальше Да Вот На самом деле Там Кроме Булт Сетап Толст Ничего не Нужно Для сборки Тем не менее Мы их Выписали Для того Чтобы Можно было Кстати Нет Они не Нужны Ого Они не Нужны Зачем Нам Сфинкс Ну ладно Значит Это был Простой Проект Не Нужно Это все Не Нужно Так Вот Достаточно Вполне Ну-ка Да Вот Но это был Достаточно Тупой Проект В котором Ничего Кроме Питонных Файлов Не было А у нас Есть Например Проект В котором Есть еще Промежуточные Генераторы Собственно Смысл Сегодняшнего Разговора Как раз В том Что делать С генераторами Например Переводы Классический Пример Это когда Вам нужно Положить Вместе С пакетом Переводы Где Должны Лежать Эти Переводы Эти Переводы Должны Лежать Видимо Прямо Там Где Лежит Сам Модуль Вот Где-то Тут Сейчас Сделаем Ppnf Shell Do it Напоминаю Напоминаю Что этот Пример Grade Project 2021 Это Постоянно Развивающийся Пример Семестрового Проекта Опа Ошибочка Какая-то Чего Сегодня Какой-то Облом Прямо Заблова Сейчас Я этот Проект Сегодня Дома Собирал На Своей Машину Сейчас Попробуем На Моей Машине Чего Так Update Минус Чего Минус D Вон Дом Я Вот Собрал Это У меня Заработало А тут Что-то Падает Сейчас Поправим На Самом Деле Вот На Самом Деле Все Просто Если Сейчас Не Заработает И Мы Откатимся На Один Шаг Назад Вот И Там Должно По И Заработиться Но Нет Все Все Обновление Помогло Просто Я Видимо Использовал Какую-то Очень Супер Супер Новую Фичу Да Довит Дит Клин Вот Ну Да Постоян Постоянно Меняется Файл Перевода Потому Что В нем Отражается Текущая Дата Перевода Надо Какой-то Придумать Хак Который Б Если Привод Не Поменялся Дату Тоже Не Менял Бог С Нем Значит Сложная Ситуация Смотрите Вот Мы Собираем Пакет В этом Пакете Есть Переводы Эти Переводы Вообще Говоря Должны Стоять Вот Здесь Вот Вот Они Именно Так Это Должно Работать Нет Не так А как Точка Мейн Да Да Блин Извините Опять Туплю О Значит Обратите Внимание Обратите Внимание На то Что Вот Это У нас Переведенный Вариант Вот Этого Бессмысленного Проекта Вот Да И Соответственно Можно Его В Переведенном Виде В Переведенном Виде А Можно В Не Переведенном А Можно Ну Понятно Да Значит Он Переведенный И Читает Он Свои Переводы Именно Из Того Самого Места Который Могу Я Ток Что Показал Вот А Значит Вот Здесь Лежат Переводы То Есть То Есть Если Мы Хотим Сделать Из Этого Пакет Мы Должны Вот Трэн 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 Берется Из того места где лежит файл Да То есть Ну Из того места где модуль Это нормально Для питонних модулей Носить дополнительные файлы Вместе с Пакетом Проблема состоит в том Что Есть в питоне Современном Такая Фишка Давайте еще раз Файн Есть в современном питоне такая фишка, она называется namespace packages. Я не знаю, рассказывал ли я о ней в прошлом семестре, если нет, и даже если да, то очень коротко повторю. Namespace package – это такой пакет, в котором нету init.py. Да, этот init.py должен встретиться только в самом конце. То есть фактически любой каталог в системе с точки зрения питона может являться namespace package. Смотрите, это правда так. Смотрите. os.path append, ну скажем, корень, syspad, а не os, sys. Вот. И теперь я могу написать вот так вот. Знаете, что это такое? Это каталог usr.local.bin. Зачем так сделано? Так сделано, чтобы можно было делать пакеты, у которых много разных апстримов. Предположим, у вас есть базовый пакет, который называется там, сейчас, python3, site packages, ну какой-нибудь там, ямл, не знаю, ямл. Вот. Если в этом пакете нету init, то это namespace package. И он называется ямл.loader, ямл.nodish, ну и так далее. Ну, ямл в данном случае не является namespace package. Ну, у меня сейчас лень искать настоящий namespace package в этом списке, наверняка они там есть. И вы делаете для него плагин, который вы можете поставить не в usr, libs4, python3, site packages, а себе в домашний каталог. И там тоже будет ямл.чтото, .чтото. Таким образом, один и тот же namespace будет набиваться различными реализациями кусочков вашего пакета. А выглядит как один пакет. В общем, почитайте, но идея именно такая. Идея состоит в том, что у вас, если вы делаете namespace package, его составные части не обязательно лежат в одном каталоге. Это удобно тогда, когда вы, допустим, не являетесь суперпользователем, и вы делаете дополнительный кусочек пакета к тому, который лежит где-то в другом месте. Или вы просто не являетесь разработчиком всего большого пакета и хотите к нему приделать некоторый патч. Вот для этого используют namespace. Проблема namespace пакетжей состоит в том, что, возвращаясь к нашему, что вот это namespace package. AppBase.ru. И AppBase.ru.lc messages тоже namespace пакетж. У него нет внутри init.py. Понимаете? И у Python едет крыша. Точнее, и у Python носит AppTools. Поэтому, для того, чтобы это дело побороть, в Project Tunnel пишется вот такая вот вещь. Вы говорите, что... Отдельно описываете, что каталог с пакетом называется AppBase. А данные с пакетом лежат внутри AppBase вот в таком каталоге. Тогда Python успокаивается, точнее, SetUpTools успокаивается и говорит, а, ну хорошо, это ваш каталог, а это ваши данные. А других пакетов нету. И AppBase.ru там нету. Да? Вот. Значит, я довольно много потратил на то, чтобы выяснить вот эту вот штуку. Я там вариантов шесть каких-то перебрал. Вот. Если в случае простого нашего мутиста достаточно было сказать, пакеты такие-то, вот, да, то в случае, когда у вас в этом пакете есть еще дата-файлы, приходится отдельно задавать package.dir, отдельно задавать package.data. Тем не менее, как видите, это работает. Что еще интересного есть в этом файле такого, что стоит показать? Динамические зависимости. Обратите внимание, что в этом AppBase нету поля dependencies вот этого. А сказано так. Знаете, сказано, моя система сборки сама определяет dependencies. И говорится, что они лежат в файле requirements.txt. Давайте посмотрим, что я сделал для того, чтобы сгенерировать файл requirements.txt. Во-первых, давайте на нее посмотрим. Ну, пофиглит, да, вот тот, который рисует, это у нас, этот самый, это у нас. Вот. Пофиглит умеет рисовать вот такими шрифтами. Вот. Этот requirements.txt – это генерат. Он генерируется. И генерируется он с соответствующей целью. Do it. List. Вот он. Что он делает? Он уходит в pif файл, смотрит там раздел packages, и все, что здесь написано, просто записывает в requirements.txt. Сделано это, ну, естественно, самым примитивным образом. Вот. Есть функция, которая берет любой томль файл, берет из него любой словарик, и все ключи словарика вписывает в файл. Ну и, соответственно, соответственно, task requirements выглядит вот так. Так, вызвать dump case, задампить pip файл, поле packages, files, requirements.txt. Зависимость pip файла, requirements.txt, ну, в общем, все. Значит, обратите внимание, что я здесь привязал requirements.txt к содержимому pip файла, то, что я давно хотел сделать, вот сегодня утром я это сделал. Вот. Для этого, еще раз повторю, потому что, возможно, вы это приглядели, я сказал, что поле dependencies у нашего пакета не статическое, определяется системой сборки. Вот. В системе сборки сказал, что поле берется из файла, там другого варианта нет. Ну, а сам файл я генерирую. Вот. На самом деле, сейчас давайте посмотрим, но, кажется, мы приближаемся к концу нашего разговора. На самом деле, отслеживание зависимости это довольно сложная тема. Мы с вами помним, вот я просто повторю, да, как это делать с помощью pipenvo. У pipenvo есть три способа поставить пакет. Поставить самим pipenvo, поставить pipenvo с ключиком минус D и поставить с помощью pip install. То, что поставлено pipenvo, попадает в поле packages, то, что поставлено pipenvo минус D, попадает в поле div packages, а то, что поставлено pip install, в следующий раз, когда вы скажете pipenvo, ну, минус RM удалите, а потом скажете update, оно не поставится. То есть, это какие-то левые пакеты, на которых вы экспериментируете, а потом удаляете. Вот. Соответственно, вы вполне можете считать эксплуатационными зависимостями вот этот раздел поле packages, что, собственно, я и сделал вот здесь, да, когда сказал, что requirenv txt из него генерится. Девел зависимостями то, что в div package, а все остальное просто мусором. Неинтересно. Ладно. Да, конечно, можно. Девел зависимостями, эксплуатационной зависимости, то то, без чего ваш пакет не заработает после установки, а divv зависимости, то без чего его собрать нельзя, колесо нельзя собрать из него. Divv зависимости для ваших коллег, а эксплуатационной зависимости для ваших пользователей. Это совсем разные вещи. Чтобы определить эксплуатационную зависимость, есть куча различных инструментов, все из них разной степени, как это правильно сказать, без ругани, неприличности. Вот. Например, был такой pipchecknex, вот, но этот pipchecknex, он, значит, что делал? он чуть ли не импортил pip. Вот. А и pip импортить нельзя. Смотрите. А, даже не так. Pip исключительно предназначен для командной строки. У него нету api вообще публичного. Потому что он каждый раз меняется, потому что там, короче, нету такого api. Соответственно, когда ты используешь утилиту, которая импортит pip, завтра она может перестать работать. Что, собственно, сплошь и рядом с этой штукой происходит. Есть совершенно другой способ определить эксплуатационные зависимости. Это честно попарсить все питонные файлы, составить из них абстрактное статистическое дерево и в этом абстрактном статистическом дереве найти все импорты. Вот. Такой инструмент у нас в altlinux уже есть. Давайте попробуем вот так вот сделать. Я знаю. да, значит, appbase. Вот. Тут формат совместимый с форматом зависимости в rpm пакетах. Вот. tkinter, local, gettext, prefiglet. Все приехало. Вот. Этот инструмент разрабатывает студент нашего факультета Данила Загайн. Вот. И у него скоро релиз. Я думаю, что этот релиз совпадет с его семестровым проектом, которым тоже является этот инструмент. И в этом релизе будет уже прямо модуль, который будет отдельно, standalone, не часть сборочной системы сообщества altlinux.team, а прямо отдельный инструмент. Вот. Вот. P3.prof будет показывать провайсы, а P3.req будет показывать реквайсы, то есть зависимости, которую вы хотите и зависимости, которую вы предоставляете. Вот. Но пока релиза нету, вот это такая, значит, реклама. Вот. Что касается сборочной зависимости, то все несколько проще. Ну и на этом я закончу, наверное. А нет, еще про версии, да? И про точки входа. А вот диплом это пока не надо. Значит, что касается сборочной зависимости, то тут все проще. Я написал инструмент, который запускает все, говорит, ну короче, он запускает некоторый процесс, говорит ему, дорогой питон, каждый раз, когда делаешь импорт, пиши на стандартный вывод. Дальше проверяет, какие файлы импортятся, каким пакетом они принадлежат. Все. Инструмент, как видите, на 40 строк, он, в общем, как-то работает. Да, да, да. Нет, внутри всего процесса. Мы запускаем некий процесс, и каждый раз, когда там что-то импортится, импорт выводится на стандартный вывод. Все, значит, весь процесс сборки. Что? Везде сработает. Какая разница? Какая разница-то? Если у вас переменное окружение, пятен вербоз говорит, чтобы импорт выводить на стандартный вывод, он выведет на стандартный вывод. Вот. Другое дело, что для того, чтобы определить сборочные зависимости, нужно проделать всю сборку. Да? Ну, с другой стороны, а почему бы и нет? Вот. Выглядит это примерно так. в дуэт build-req. Довольно долго он делает. А! Тут ничего не видно. Он что сейчас делает? Он сейчас запускает, на каждый файл смотрит, к какому пакету он принадлежит, на каждый импорт, ну и так дальше. Ну, ладно. Лучше... Вот. Вот. Видите, он все определил. Давайте лучше поговорим еще про две вещи, а то тут люди уже начали собираться, а на самом деле я пропустил одну важную деталь. Точка входа. Точка входа. Значит, у вас может быть желание запустить конкретную вот, вот эту вот, смотрите. Сейчас покажу. ptpython. Вот. У вас может быть желание, чтобы с вашим модулем приезжало некоторое количество скриптов, которые запускают какую-то функциональность. Ну, вот, например, вот это приложение. Это приложение, это такая приложение, которое тестирует модуль вот этот апбейс, на самом деле. Это такой немножко, ну, там, апбейс, это такой немножко долбанутый способ разработать интерфейс на тк-интере, а дейтайм, это просто приложение под ним. Мы бы хотели вместе с модулем распространять нечто, что позволило бы из командной строки одной строкой запускать вот этот апбейс дейтайм. и это делается очень просто. Вы говорите, что у вас есть скрипты, project.script, и пишете, как называется скрипт, и методом какого класса, какого модуля он является. вот этот тот самый апбейс дейтайм, который мы сейчас запускали. По вот этой командной, по вот этой настройке типичная система сборки, например, setup tools, хотя нет, это еще project, это еще не setup tools, сформирует скрипт, причем он будет кроссплатформный, для винды он один будет, для macOS с линуксом другой, который будет вызывать, соответственно, еще вот эту штуку из командной строки, позволит вызывать из командной строки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот. Так. Вот мы сейчас, у нас тут есть еще одно окошко, у нас нет еще одного окошка. Откроем еще одно окошко, проделаем все ту же. А, или, ну давайте так, run-rf tmp kuku-kuku, encadir tmp kuku-kuku, сюда, ppnf shell, install, install, ставим этот morse, вот, значит, я не просто вангую, я точно знаю, что вместе с, только не morse, а, не morse, а, вот этот, upbase. Я точно знаю, что с этим пакетом upbase, кстати, видите, он тоже поставил по зависимости, фиглит, как и было сказано. С этим пакетом upbase приезжает специальный скрипт, который сформировал как раз нам этот самый билдер. Вот, сейчас давайте, вот здесь он лежит, собственно, вот здесь. Специальный скрипт, вот он, собственно, вот он, давайте посмотрим еще раз, вот он, dateTime, где он там, специальный скрипт под названием dateTime, который должен вызывать вот этот метод, вот этого класса, вот этого модуля. Давайте на него посмотрим. Это скрипт на питоне. Он действительно делает вот так, ну и запускает его. Все. Вот таких скриптов под каждую операционную систему генерится несколько штук, причем они бывают, скриптс, бывают GUI скриптс. Я здесь специально сказал, GUI скриптс нужен tkinter вызывает. Да вот. Например, с недавних пор этот самый билдер, который, модуль build, с собой тоже приносит, можно написать python-mbuild, вот, а можно написать pproject builder, вот такой же точный скрипт, который приезжает вместе с соответствующим модулям. Таких точек входа и соответствующих скриптов может быть много в вашей системе, не один. Вот. И это удобно. Это удобнее, чем каждый раз проводить python-m, вот это вот все. их можно делать несколько штук, таких скриптов. Такие дела. Сейчас давайте посмотрим, что я еще не сказал. И это в следующий раз. Да, значит, финальное требование к семестровому проекту. у вас должно быть, должно собираться колесо из чистого окружения, никаких, то есть, вот вы гидклон и создание колеса. И это колесо должно после установки в чистое же окружение в virtual end запускать ваше приложение. Это если вы написали десктопное или там командлайн короче говоря приложение. Если вы написали что-нибудь странное типа там бота для телеграма, люди часто пишут телеграм-бот или еще что-нибудь, у вас все равно должно быть колесо, которое деплоится. Вот. Ну, потому что такое требование. Если вы написали приложение для какой-то системы специальной запуска приложений, в котором колесо не имеет никакого значения, у вас должна быть должна быть инструмент автоматического деплаймента. Какой-то. Неравный колесу, если вы не используете колесо. Ну, там бывают какие-то такие площадки, на которых надо что-то гидклонить, потом что-то еще делать, потом что-то еще делать. Вот это тоже надо будет автоматизировать, если вы не делаете колесо. Но я советую как раз делать колесо. Значит, еще я не сказал сегодня про изготовление дистрибутива исходного, но про это я расскажу в следующий раз. про сборку архива с исходниками. Давайте мы это дело отложим на следующий раз. Ну вот, я и так выжил довольно много времени, потому что тупил, но если у вас есть вопросы, давайте вы их зададите. предположительно второго числа у нас лекция по сетям, а не по питону, но мы это еще выясним. Может быть я как раз про написание программ на C, модулей для питона на C расскажу. Это интересная тема. Я не слышу вопросов, значит видимо их нет. Все, значит в следующий раз у нас тогда если ну по плану у нас осталась только одна лекция заключительная про публикацию. публикацию пакета и публикацию исходников и публикацию документации. если я соберусь и мы договоримся в чатике сделать лекцию по программированию модулей для питона на C, значит будет лекция про программирование модулей на C. На этом часть для 6-4 курсов заканчивается. Жду ваших проектов. Вот предположительно защита проектов для 4-6 курсов будет между майскими праздниками вот потому что это и так слишком поздно некоторым там уже подгорает но я постараюсь ну вот собственно все это и так это и так Продолжение следует...